доброе утро какая чудесная погода спасибо посмотри я налила кофе с собой потому что хочется и собаку выгулять и тоже попить кофе что происходит и букет уже почти мне тут надарили и кофе выпьет ну блин у нас выходной мы все дружно вышли выгулять микаси пока нас не было все так заросло расцвело очень-очень приятно прогуляться утром да и днем и вечером еду к своей подружке забрать термомикс она у меня его одалживала на то время пока мы были в отпуске и что еще можно было привести из того региона в хорватии в котором отдыхали мы это лавандовый мед и также тома купил целое ведро свежей лаванды которую также можно засушить вы мне писали что вкусно чуть-чуть добавлять в чай или можно сделать лавандовый сахар разложить в одежде просто дома для красоты оставить но вопрос к вам как ее правильно засушить чтобы она не сыпалась потому что она свежесрезанная но тем не менее осыпается так что поделитесь пожалуйста со мной секретиком потому что у меня еще где-то 4 букета томок отвез на работу девушкам но у меня осталось еще три вот таких связочки слушайте только меня раздражает когда навигатор говорит поверните на юго-запад моя мама как-то сказала говорит у тебя что-то есть компас да все верно но блин когда у тебя движение с каждой стороны как тут определить лично я не ориентируюсь никогда не угадаете куда мы сейчас едем мы записали нашу нику на групповые занятия с кинологами и с другими собаками у нас были индивидуальные занятия нам посоветовали что так будет лучше для самой миги когда собака еще в таком возрасте ее нужно активно заниматься чтобы она потом была воспитана и вы друг друга лучше понимали хотя бы для этого вот и вы знаете мы уже были на одном занятии и так как раньше я внимательно слушала кинолога и каждый день мы все отрабатывали кстати всей семьей серьезно подходим к этой теме то мы кто же сам кстати научил его давать лапу и так далее вот и я вижу что есть огромный прогресс по сравнению с теми собачками которые только начинают это интенсивные занятия это интенсивный курс который рассчитан томик на сколько на 6 дней то есть история у кэнда подряд полтора часа каждый день ну то есть субботу и воскресенье и потом в течение рабочей недели мы отрабатываем также нужно иметь с тобой специальные по-польски это шельф называется то есть не ошейник а специальная такая штука которая надевается на все тело и также поводок не flexi который я сейчас к сожалению не смогла найти после хорватии там также выдают если что поэтому ничего страшного для того чтобы собака вас понимала ваши команды ваши слова а не чтобы вы там тянули каждой стороны веселуха до нашел дождь и мама занималась собачкой во время дождя здесь несколько собачек довольно сложно тренировать конечно когда есть рядом другие собаки столько вкусностей столько всего интересного но по-моему у нас неплохо получается так и Субтитры сделал DimaTorzok Футболки, покупки одежды и так далее, но в ближайшее время мне это не светит. Что произошло? Я вернулась домой с занятий с собакой и поехала с мальчиками, с Томаком, со всеми, в общем, мы поехали кататься на велосипедах. И тогда я снимала какие-то виды, действительно был прекрасный вечер, очень теплый, вот вообще все было в кайф. Потом Игнат, видимо, устал, потому что мы выбрали довольно длинную трассу, но так как он любит кататься на велосипеде, это никогда не составляло проблем. И тут он начал капризничать настолько, что, ну вообще, мы минут 20 пытались его успокоить, как-то с ним договориться, это было уже практически рядом с домом. Зачем я это все рассказываю? Затем, что если вы когда-то решитесь сделать так, как мы, подумайте дважды, потому что, как оказалось на скорой помощи, с такой проблемой, с последствиями всего этого, каждый день к ним обращаются люди с очень серьезными травмами. В общем, мы долго пытались как-то справиться с его истерикой, и дальше Тома говорит, ладно, я возьму его велосипед, а ты посади его на багажник и довезем. У него, конечно же, был шлем, если вы помните, это буквально две недели тому назад он сильно упал в отпуске. В Хорватии ему зашивали там на скорой подбородок, мы еще не успели поснимать швы, приехали домой. Он так шендарахнулся головой, что было подозрение на сотрясение, он был под наблюдением, потом поснимали швы, и через два дня приключилось это. Это при том, что мы следим за детьми, и, в принципе, Игнат очень активный, он постоянно куда-то бежит, а не идет, он хочет кататься на велосипеде, и пятое-десятое, пока он вообще не отключится. Но он послушный, то есть я не могу сказать, что он такой весь в растрепанных чувствах, только если он устает очень сильно, или он голоден, или его рано куда-то будешь, вот тогда он может скапризничать. Это только три случая, в основном, когда он может закатить какую-то истерику. В общем, я посадила его на багажник, и прежде чем мы начали ехать, мы миллион раз ему говорили, ни в коем случае не засовывай ножку, держи вот так вот, как бы высоко, чтобы нога туда не попала. И он обещал, что будет следить, мы очень надеялись на то, что это не произойдет, и мы ехали, я постоянно говорила, Игнат, только ты же смотри, держи ноги, и так далее. И потом уже прям под домом я остановилась, потому что нужно было перейти дорогу, и я не рискнула, остановилась, видела, что машины так же стоят, и потом провела велосипед через дорогу по пешеходному переходу. И дальше я начала ехать, и раз, понимаю, что что-то заклинило, и такой ор, господи, что я тогда увидела, у меня просто ушло сердце в пятки, я реально очень стрессанула, поэтому мне кажется, что в этом влоге я выгляжу вообще хуже, чем во многих своих видео. Но такова жизнь, бывают реально такие ситуации, которые очень сильно подкашивают, которые заставляют переживать. В общем, нога у него была скрученная, знаете, как макароны, вот такая, в несколько раз, я как увидела это. И, кстати, он еще как уперся, мы ехали на велосипедах, и он говорит, я надену калоши и сапоги резиновые. И мы, ну зачем, нет, и, короче говоря, в конечном итоге его это спасло, потому что не поцарапалась ножка, ничего, просто очень сильно поскручивалось. В общем, пришлось отгибать велосипед по-быстрому мой, спицы там и так далее, чтобы достать ногу. И он тоже испугался, говорит, мама, только не плачь, не плачь. Я просто уже, знаете, была на пределе. Я никак не отреагировала, когда ударился бородой, потому что это очень частая травма, которая случается с детьми. Также, когда ударился головой, вот тогда я поднапряглась и даже особо ничего не рассказывала, у меня не было настроения. И на самом деле я сейчас снимаю это все, и я до сих пор не могу поверить, что все произошло в такой короткий промежуток времени. Я уже бывалая мама, то есть операцию мы серьезную перенесли, ну, ребенок, да, то есть я его поддерживала, все, потом что там, рука была сломана, в общем, куча-куча всего. Это все уже было в нашем опыте, но вот как-то не знаю, это, наверное, меня просто добило, честно хочу вам сказать. И мы вроде отдыхали, но вот эти последние дни реально дались очень-очень сложно. И когда ребенок болеет там или что-то случается с близкими, меня это настолько угнетает, потому что ты никак не можешь помочь, и ты стараешься там улыбаться. Вот мы были с ним в больнице, я в конечном итоге его собрала и повезла на скорую снова, вот, чтобы сделали рентген. И ты стараешься улыбаться там, никак не реагировать, все это держишь себе, потому что сейчас сложно ребенку, а не тебе. И он нуждается в твоей поддержке, и как бы просто вела себя нормально, старалась его как-то отвлекать, развлекать. И вот сейчас только прихожу в себя, как-то отхожу от того, что произошло, потому что ребенку нужна поддержка, маме ни в коем случае нельзя показывать свое волнение. И, наверное, поэтому он даже отключился на скорой помощи, потому что на скорой помощи в Польше можно, в принципе, и умереть, я вам точно говорю. Потому что мы приехали туда, перед нами было три человека, и все там с какими-то ушибами, дети были, да, с ушибами рук, ног, и все выезжали с гипсами, между прочим. Ну, в общем, нас принимали там, знаете, сколько? Пять часов. Пять часов мы ждали, чтобы просто попасть к доктору на полминуты, чтобы нас отправили на рентген. Причем мы зашли, и доктор говорит, я сейчас иду в операционный блок, у вас есть 10 минут. Я быстро на этой инвалидной коляске, на которую посадили Игната, ну, чтобы он ножкой не двигал, быстро на рентген его повезло, сонного там все просветили. Кстати, нам не делали УЗИ мягких тканей, что меня тоже удивило. Короче, мы с этим снимком быстро к врачу, он говорит, ну, что, гипс. Ну, поэтому нам наложили гипс, и мы вот это вот теперь будем с гипсом. Я сегодня уже организовала коляску для ребенка, потому что нам нужно выходить куда-то на прогулки, ему и скучно будет, и также Мику нужно выгуливать и какие-то продукты купить. Томика целыми днями нет дома. Короче, вы меня извините, что такой влог, но мамочки или папочки, если вы смотрите, братья, сестры, кто угодно, не возите детей на багажниках. Причем, знаете, когда мы садили Игната, я говорю, блин, что-то как-то страшно. А Тома говорит, мы все детство так ездили, ничего не произошло. И в самом деле я со своей двоюродной сестрой сколесила так весь Новгород-Северский. И потом в деревне я научилась ездить на велосипеде и сама не раз подвозила. Действительно, никогда ничего такого не происходило. Видите, на скорой сказали, что даже в тот день, когда мы были, была девочка, она повредила сразу две ноги, и причем очень серьезные переломы, и это каждый день происходит. Нам еще повезло, что у нас нет никакого перелома ноги, что-то там ворвалось. Я став сколковой, я не знаю, как это по-русски. Ну, короче говоря, из худшего, знаю, произошло лучшее. Поэтому Игнат успокоился, но для него это тоже что-то новое. Он говорит, мама, как я теперь буду что-то делать? И он пока что вот тоже находится в шоке, и постоянно мама, мама, мама. Я единственное, за что, вот знаете, немного переживаю, потому что это все срастется, дети быстро там приходят в себя. Главное, чтобы там не было каких-то серьезных повреждений, связок. Сейчас ищем, кстати, частного врача, чтобы к нему попасть. Вот, и также я очень не хотела бы, чтобы именно сейчас так не вовремя у меня снова начала болеть спина. Поэтому, мамочки, крепимся. Мы нужны сильными нашим детям. А мне хочется, чтобы это было последнее, что вот с нами сейчас произошло. Так как каждую неделю что-то, причем вот, когда было сотрясение, я очень стрессанула. Я когда увидела вот эту ногу, думаю, блин, еще только этого не хватало. Вот, так как у нас еще были планы, они все еще есть. На август мы скоро уезжаем, и также для детей кое-что запланировали. Уже оплатили, и ты думаешь, елки-палки. Ну, потом же реабилитация, это все, я даже не хочу пока что об этом думать, но настроение так себе. Я стараюсь держаться молодцом. Я же говорю, что ты себе что-то планируешь, а потом получается, как получается. Ты попрошайка маленькая, ты попрошайка, мальчики завтракают. Тебе тоже надо, да? Те. Вот это настоящие братья. Гипс разукрасили. Теперь на прогулку пошли. Молодцы мальчишки, конечно. Мои прогулки не будут прежними. У нас сегодня самый вкусный обед для детей. Я не знаю ни одного ребенка, который не любил бы макароны с чем угодно. И мы так удачно скупились, как раз в выходные. Еще, знаете, в корзину забросила фарш индейки, потому что можно сделать и просто тефтели, суп с тефтелями, котлетки. Я вот сделала типа баланьезы. Сейчас свежие вкусные помидоры и также со свежими приправами. Так что сегодня у нас паста, можно сказать, с помидорным соусом в стиле баланьезы и с пармезаном. Блин, что... Ой, елки-палки, сломалась ралета. Придется вызывать сервис какой-то. Я что-то не пойму, как это исправить, как это отремонтировать самой. Также купила свежие приправы, потому что я без них не могу. Настолько уже привыкла, что есть кинза. Также розмарин куда-то мой подевался. Я часть отдала Насте. Ну, короче, я люблю, когда у меня есть базилик, розмарин, кинза. Также типа лук, но он такой не вонючий, знаете, тоненький. Мята и еще розмарин. Тимьян тоже нравится, но тимьян у нас не всегда можно поймать. Ну, что ж такое, все рушится, ломается. У тебя и частный дом, он живет своей собственной жизнью. Не пугайтесь, пожалуйста, со мной ничего не произошло. Я бы сказала, что все идет по плану. Я только что вышла от косметолога, поэтому выгляжу, как выгляжу. Я сегодня делала чистку лица. Мы почистили все поры. Это обычная мануальная чистка, которую можно делать вне зависимости от того, какой сезон, какой у вас тип кожи, а чисто по необходимости. Также у меня была успокаивающая маска. Маска на основе молочной кислоты, которая работает и на увлажнении, и на смягчении, и на легкое отшелушивание. Помимо этого, что со мной такое, почему я выгляжу, как огурец, как будто в какую-то такую пупырку. Сегодня я начала проходить курс биоревитализации. Я поделюсь с вами контактами очень классного врача-дерматолога, который выполняет косметологические разные процедуры. Я никогда не делаю рекламу ни салонам, ни мастерам. Это неплохо, это просто мое решение. Если я рекомендую кого-то, кто делает маникюр или парикмахера, сегодня у меня прическа не ахти, лучше об этом не говорить. Если вам интересно, какой препарат мне вводили, это гиалуаль, чистая гиалуроновая кислота, и также соли, янтарные кислоты. Это как энергия для клеток кожи, которая запускает выработку коллагена и эластины, потом кожа становится более упругой, более подтянутой, эластичной, и, конечно же, более молодой. Я это делаю для профилактики. Я точно еще не уверена, сколько процедур я сделаю. Наверное, где-то три. Я ждала не сразу после моря, поехала к косметологу, а через две недели, получается. И также я повторю это все минимум через две недели, а возможно через три-четыре. Посмотрим, как у меня будет получаться по времени. Вот такие дела. Еду восстанавливаться. И, кстати, сегодня я впервые делала лицо, шею, декольте и лицо, кроме области, под глазами, без анестезии. То еще удовольствие. Больновато. Поэтому я попросила наложить мне на шею, под глаза и также на декольте что-то, чтобы обезболить. Ну, в общем, поделилась с вами тем, что я сейчас сделаю с собой, помимо домашнего ухода. И сейчас иду есть, потому что я очень-очень голодна. Я пропустила завтрак, я просто о нем забыла. Иду есть, потому что у меня аж начинают трястись руки, если я долго не ем. Как я могла пропустить завтрак, я не знаю. Обалдеть! У нас в центре припарковаться дороже на улице, чем на частной парковке. Вот это дожились, конечно. Какая вкусная тень, я сама для себя так не стараюсь. А Томак не любит такие завтраки. Это тост, авокадо с яйцом пашот и также лососем. Кинза моя любимая и еще салатик из каких-то овощей. Заказала себе кофе, вот, делаю видео и буду ехать домой. Да, конечно, красота, страшная сила. Я как глянула на себя в зеркало. Самый большой прикол в том, что я приехала домой, а Томак меня спрашивает, «Ты где ты была?» Я на него смотрю прям в упор так близко. Говорю, а что, незаметно? Ну, я откуда знаю, где ты была? Откуда я должна знать, чтобы по запаху? Говорю, а ты ничего не замечаешь на лице? Нет. Ну, говорю, присмотрись. Может, все-таки? Он... А, у косметолога, наверное. И зачем ты это сделала? Действительно, зачем? Я вам говорила, что я раньше не замечала какого-то сверхъестественного результата на лице, хотя очень быстро разравнивается кожа в области декольте и шеи. И в этот раз выбрали другой препарат. В прошлый раз мне кололи, я даже уточнила, просто гиалуроновую кислоту. Возможно, мне нужен более какой-то такой, знаете, действенный комплекс, что-то еще, помимо хорошего увлажнения изнутри. Гиалуронка сама по себе в сыворотках, в кремах, она просто не способна проникнуть так глубоко в слои кожи, чтобы увлажнить ее изнутри. Поэтому делаются такие маленькие проколы. Буквально там, я не знаю, насколько вводится иголка, но на поверхности это ощущается. Они куда-то глубоко вкалываются, когда, например, заполняют под глазами, или что там еще, носогубку, или куда еще вкалывают гиалуронку, помимо губ. Это просто вот более поверхностное действие. И, конечно, это все рассасывается довольно быстро. И я уже буду выглядеть как нормальный человек спустя максимум 2 дня. Обычно уже ближе к вечеру становится легче и красивее. При том, что мне сегодня надавили все лицо, даже какие-то маленькие точечки. Но со временем это все может перерасти в нечто большее, дабы это не произошло. Косметолог все под увеличительным зеркалом рассматривает. У меня такого зеркала, к счастью, нет. А то я бы себе находила и ковыряла бы. Не делайте так. Я пытаюсь с этим бороться. Очнешься через несколько секунд. Господи, что я с собой сделала? Поэтому пусть лучше косметолог правильно все это сделает, почистит. И я такие процедуры делаю не слишком часто. Я думаю, что раз в полгода. Ну, если там что-то страшное происходит, то могу быстрее прийти. Но мне вот сегодня даже не столько чистку хотелось сделать, сколько биоревитализацию. И как раз перед осенью, после всех этих загаров и так далее, хорошо было бы. Поэтому я решила вот так себя побаловать и немножко поработать над качеством кожи. Я еще мечтаю походить на массажи лица и тела. Но как-то у меня не складывается. У меня реально очень не хватает времени на себя. Вот сегодня попросила Томака, чтобы он побыл с малыми. И я смогла куда-то съездить. Мы как бы неунывающие ребята. Правда, Игнат? Даже на пляж приехали. Я забинтовала, все хорошо, чтобы песок не попадал. Лежачки тоже взяла и надела носок. Сюда намастила вату, чтобы песок не попадал. Ну, а что делать? Дети, конечно, уникальные. Они так быстро ко всему приспосабливаются. И забываю этого всех проблема. Поэтому у нас тут движ полным ходом. Как видите, дорогу построили. Захар расставил зверушек. Захарка немножко купается, а мы тут на четверенька вдвоем ползаем. Мы, Оля, все на охоту. Да, очень красивый. Отвозим вон машины все на паркинг. Вода теплая такая, Захар плавает вовсю. А я уже, чтобы Игнату не обидно было, сижу с ним на берегу. Я тут ему и коляску нашла. И на руках его ношу. Ну, а мой мужик с самого утра придумал сам способ передвижения. Ты идешь к маме? Моя ты кроха. На этом буду заканчивать свой влог. Кстати, прошло уже достаточно времени. Мы все как-то свыклись с этой мыслью. Тем более, когда ты знаешь, что тебя ожидает, там плюс-минус, сколько будем носить гипс и так далее, то становится легче. И еще приезжала моя подруга. Она занимается реабилитацией после инсультов, после переломов, после каких-то там происшествий. И она сказала, что нужно снимать гипс как можно раньше и наоборот разрабатывать ножку. Она также нашла для нас очень хорошего детского ортопеда, к которому нам удалось записаться на ближайшее время. В Польше мало того, что сложно куда-то попасть именно к государственному врачу. Я напоминаю, что мы каждый месяц платим социальную страховку. Я плачу около 400 евро и муж. Так вот, к государственным попасть просто невозможно, даже в такой ситуации. И если идешь к частнику, то тоже нужно ждать. Но я позвонила, рассказала, какая ситуация. И я знаю, что многие жалуются на эту детскую клинику. Это, между прочим, вторая, самая важная и самая популярная. И такая прославленная детская клиника в Польше. У них есть все отделения. И это то место, откуда я забрала Захара, чтобы ему там не делать операцию. И я встречала уже очень многих мамочек, которые жаловались. И где-то там, знаете, интуиция мамы всегда подсказывает. Но частным образом здесь нигде невозможно сделать рентген. Если помните, то с Захаром у нас была похожая ситуация. Ну, как похоже, он сломал руку, мы поехали на скорую. Все подтвердили, вроде как вправили, наложили гипс. Повторный рентген не сделали, чтобы проверить, все ли в порядке. Но через два дня снова светили руку. И говорят, нет, не получилось. И потом уже общий наркоз. И ему исправляли руку, там все складывали. И снова гипс. Я не помню, сколько он находил. Недели три, наверное. Поэтому доверяй, но проверяй. И частных клиник здесь нет, где можно было бы сделать рентген. И где могли бы вправить ручку. Но так как у нас перелома нет у Агната. Но обязательно нужно сделать УЗИ мягких тканей. Почему этого не сделали на скорой, я не знаю. Вот вам и медицина в Польше. Я просто каждый раз, когда что-то касается здоровья, я прям аж, не знаю, у меня глаз дергается. Потому что ты не знаешь, куда обращаться. На скорую не поедешь никуда. Просто даже за деньги. А потом, значит, нужно исправлять то, что делают в государственной клинике. Просто какой-то дурдом, знаете. Поэтому мы едем к частному врачу. Прием стоит 80 долларов. Плюс УЗИ где-то 20. Но я думаю, что больше 100 мы точно заплатим. Ну, главное, чтобы ребенок был здоров. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, как так, как это работает. Если мы каждый месяц платим страховку. И я, в общем, не понимаю, как посчитаю иногда, сколько это в год. Без этого нельзя. То есть я не могу отказаться от социальной страховки. Это дополнительные проблемы. И, короче, такие дела. Но я, конечно, верю в то, что все сложится. Сколько может это продолжаться правильно. И пусть вот нас так пронесет. И делаемся легким испугом. Всем спасибо за поддержку. Кто написал в инстаграме. Кто переживает, куда я пропала. Блин, реально, я настолько была задолбанная, что вы себе не представляете. Давно такого не было. Итак, возвращаешься после отпуска. На тебя столько всего наваливается. Плюс еще и вот эти все передряги. Это, конечно, не самое приятное. Но это жизнь. Мои влоги о жизни. А следующие обязательно будут лучшими. Я в этом уверена. Так что встретимся с вами в следующих видео. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне очень нужна и важна ваша поддержка. И я вас крепко целую, обнимаю. Берегите себя. Берегите ваших потех. Если вдруг вы проходите через что-то такое, как мы, то держитесь. Я мысленно с вами. И пусть это все будет временным. Целую вас. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok